Обычное утро буднего дня. На предприятии Щелково-Хлеб, как всегда, работа идет полным ходом. Люди сосредоточены на деле. И маловероятно, что кто-то в этот момент может подумать о возникновении пожара. А ведь случается подобное чаще всего именно тогда, когда никто не ждет беды. Алло, здравствуйте. В 8.55 произошел взрыв полевой смеси растительного сырья с последующим возгоранием и возгоранием прилегающих помещений цех номер 6. На предприятии ЗАО Щелково-Хлеб, улица Малопролетарская, 55. Пути подъезда, место пожара свободны. Это учение, но прописанные события в сценарии вполне могли бы произойти и в реальности. Вот почему важно знать все правила поведения при пожаре и первое – не поддаваться панике. Внимание, у нас пожар. Просьба всех эвакуироваться согласно схемам эвакуации и табличкам выход. Так, сотрудники предприятия, находящиеся в зоне аварии, экстренно покидают помещение. Персонал в целях безопасности обесточивает здание. Ответственный за пожарную безопасность, руководит процессом самостоятельного тушения растительного сырья. С помощью огнетушителя сотрудники пытаются справиться с возгоранием, но стихия оказывается сильнее. Огонь перекинулся на цех. Оперативно на место прибывают отряд щелковских спасателей и караул пожарной части номер 300. Это теперь за дело берутся профессионалы. Без лишних движений, четко и отлаженно взаимодействуя друг с другом, бригады проводят операцию. Дежурная смена спасательного отряда готовит специальное оборудование. Параллельно с этим проходит боевое развертывание у пожарных. Зину ГТЗ-300 приступить к тушению пожара на первом этаже стволом РСК-50. Зину АСО подать ствол РСК-50 о спасении человека на втором этаже. В считанные минуты с огнем удается справиться. А теперь уже спасатели проникают в цех для разведки. Вдруг кто-то не успел покинуть помещение. Пострадавший найден. Проводится эвакуация и после оказания доброчебной помощи. Была сегодня отработана ситуация, которая может возникнуть, к сожалению. Отработана она нормально. Были привлечены силы аварийно-спасательного отряда и ПЧ-300. Участвовали работники предприятия. Все прошло так, как нужно. Я думаю, что персонал получил необходимые знания. И все для того, чтобы реальной ситуации действовать не хуже, чем сегодня. Оценку можно поставить отлично. Я считаю, что такие мероприятия обязательно нужно проводить, для того, чтобы был опыт как у аварийно-спасательной службы, так и у службы ЗАО «Щелковых хлеб». Пожар, как и любую другую чрезвычайную ситуацию, предугадать практически невозможно. Но вот быть бдительным и готовым к определенным действиям вполне реально. Именно такие тренировки и помогают не терять самообладание сотрудникам предприятий в случае ЧП. Продолжение следует...